Добрый день! Мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться тех, кто не подписан, поставить лайк этому видео, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну, а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 13 января, и киевское время 19 часов. Ну, скажу сразу, обстановка очень сложная. Есть изменения, не совсем хорошую для нас сторону, но они все-таки есть. Факт надо констатировать. Ну, а теперь по более подробным. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Белогоровка в Луганской области и спорная Раздолевка, Соль, Красная гора, Подгородний, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Водяная, Невельская, Красногоровка, Большая Новоселовка, Донецкой области. Дуга продолжает гореть. Причем в некоторых местах типа Солидара она горит очень сильно. В то же время противник нанес 5 ракетных ударов по мирным городам Константиновка, Краматорск и Запорожье. Также оккупанты совершили 52 огневых удара из реактивных систем залпового огня и 18 авиационных ударов. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси и России продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. Мы это все отслеживаем, наблюдаем, но пока прямой или непосредственной угрозой эти маневры и эти подразделения нам не несут. На Северском и Слобожанском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Черниговской, Сумской, а также Харьковской области. На Купинском направлении продолжаются позиционные бои к югу от Кременной. Там встречный бой, ведут вооруженные силы с российскими оккупантами. Ситуация напряженная, но в принципе она контролируемая и понятная. На Лиманском направлении позиционные бои. На Бахмутском направлении самое тяжелое направление. Все мы переживаем за населенный пункт Солидар. И на данный момент нам известно, что наши силы покинули основную часть Солидара. Под вопросом остается западная окраина города. Западная окраина города. Мы удерживаем наши позиции и ведем оборонительные бои. Противник продолжает нас атаковать. Но утверждать то, что российская пропаганда утверждает, что Солидар взят, нет. Это не соответствует действительности. На западных окраинах города силы обороны Украины ведут ожесточенные бои за свои позиции. Также можно сказать, что анализ вражеских видео, те, которые выкладывает Российская Федерация, где на видео есть и наши бойцы, которые попали в плен, и наши бойцы, которые убитые, говорит о том, что никакого окружения не было. В Солидаре, да, мы отходили, да, мы несли потери, но, тем не менее, мы организованно отошли на западную окраину Солидара. Вот такая вот сейчас там ситуация. Ситуация в Бахмуте, в самом Бахмуте, напряженная. Враг старается давить на южнее частного сектора, в самом Солидаре, а также через Бахмутский лес. Российской Федерации удалось взять под контроль часть дач на севере города, возле Подгороднего. Бои в Клещевке продолжаются. Там пока противник успеха не имеет. Вот такое вокруг. То есть Бахмут теперь переходит тоже в категорию острой ситуации, где российское командование продолжает пытаться проводить наступательную операцию. На Авдеевском направлении продолжаются бои у Андреевки, Первомайского и Невельского. Противник успеха не имеет. Мы держим оборону. Они продолжают пытаться атаковать. Новопавловское направление. Тут идут позиционные бои, перестрелки в основном и обмен огневыми ударами в основном артиллерии. На Запорожском направлении есть движение. За прошедшие сутки противник предпринял неожиданные попытки атаки наших позиций. И в результате недавнего наступления, которое они предприняли, им удалось захватить участок местности в районе Мирного и Дорожнянки. Вот в районе двух этих населенных пунктов противник имел частичный успех и отодвинул немного наши оборонительные позиции. На Херсонском направлении продолжаются минометные и артиллерийские обстрелы всего правого берега, фактически от Энергодара до Херсона. Также российские оккупанты продолжают оказывать давление на местное население на временно захваченной территории Херсонской области. Особенно на людей, которые отказываются сотрудничать с оккупационными властями. Осуществляют домовые обходы, выявляют таких людей для оказания на них давления. К тому же захватчиков беспокоит проукраинская настроенность граждан региона, представляющая для них угрозу. Они очень от этого переживают, что население ратует за Украину, ратует за то, чтобы их разгромили и чтобы вооруженные силы Украины пришли и освободили эти территории. В отдельных населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области противник проводит фильтрационные мероприятия. Во время проверки особое внимание оккупанты уделяют телефонам, ищут подтверждение сотрудничества с силами обороны Украины. Я вам, кстати, говорил, посмотрите в предыдущих видео, видео есть в описании, там есть ссылка на инструкцию, которую разработала наша группа Deep State Map. Как правильно чистить телефон, чтобы российские оккупанты не смогли вас заподозрить в том, что вы передаете какие-то сведения или сотрудничаете с вооруженными силами Украины. Поэтому не поленитесь, найдите описание к этому, это где-то было неделю назад примерно. И тогда сможете правильно почистить свой телефон и спокойно пересекать, точнее предъявлять его, когда идут облавы, фильтрационные мероприятия или на блокпостах. Стало известно о заказе гражданской спецодежды с логотипами Роснефть и Электросталь для личного состава одного из подразделений захватчиков, действующего на Новопавловском направлении и в Волноваховском районе Донецкой области. Очевидно, что с определенной целью противник пытается скрыть свою принадлежность к русским оккупационным войскам. Тут, кстати, очень странная ситуация. Да, они с одной стороны будут переодевать военнослужащих в эту спецодежду, но мы же понимаем, что Роснефть это же российская компания. И скрыть свою принадлежность к Российской Федерации невозможно. Даже одев такую специальную одежду, типа рабочие спецовки, фирменные, имеется в виду. Очевидно, авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 16 авиационных ударов по районам сосредоточения противника, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов. В то же время наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10. Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили 3 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, вражеский зенитно-ракетный комплекс С-300, 3 склада боеприпасов, а также 3 других важных объекта оккупантов. Вот такая вот военная ситуация сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну а теперь немного о военно-политических новостях, которые происходят в Украине и вокруг нее. Между Швецией и Турцией разгорелся огромнейший политический скандал по поводу того, что представители прокурдской партии в Швеции провели демонстрацию и совершили такой акт, они казнили манекен президента Турции Раджепа Таипа Эрдогана, повесили его. Естественно, турецкий МИД очень быстро отреагировал на эту акцию и поставил шведам в укор то, что у них на территории действуют террористические курдские организации и ни о каком вступлении в НАТО в НАТО Швеция мечтать не может. Причем визит спикера парламента Швеции был запланирован на 17 января в Анкару именно для решения вопроса, очередной попытки решения вопроса о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Они делегируют права и решают этот вопрос параллельно для обоих стран. Турция отменила визит. Отменила визит, сказала не о чем разговаривать и пока вы не выполните наши требования относительно выдачи вот этих курдских активистов Турции и как террористов или членов террористической организации ни о каком членстве в НАТО речи быть не может. Это нехороший для нас звоночек в том плане, что единство в НАТО очень сильно сейчас будет трещать по швам. Так как либо Турцию попросят покинуть этот или выведут из состава НАТО. Может даже так закончится. Но мне почему-то кажется, что основная часть стран НАТО будет склоняться к тому, чтобы принять Швецию и Финляндию в состав НАТО. А вот что делать с Турцией тут очень большой вопрос. Хотя в мире прецеденты есть. Европейский союз же не развалился, когда Великобритания провела Brexit и вышла из Европейского союза. Далее. Наша Верховная Рада приняла закон о порядке прохождения воинской службы по контракту с иностранцами и лицами без гражданства в Вооруженных Силах Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формированиях. Так что это облегчит процедуру и наведет порядок в юрисдикции прохождения службы иностранными гражданами в наших силовых структурах. Единственное, что теперь надо внести поправки в закон о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, в закон об эмиграции, в закон о воинской обязанности и военной службе и в закон о Национальной Гвардии Украины. Ну, судя по тому, как работает наша Верховная Рада, я думаю, что за ними это не заржавеет. С сегодняшнего дня в Киеве должны было начаться, возобновили точнее, в Киеве возобновили движение трамвайных маршрутов. Не всех. В основном это касается Борщеговки, скоростной трамвай, он начал работать. Это говорит о том, что энергетическая система Украины потихонечку выходит из... восстанавливается, точнее, после вот этих варварских массированных ракетных ударов. Будут ли они повторяться и будет ли вновь нанесен такой же урон? Посмотрим. Это покажет только время, или, как говорят военные, бой. Это покажет только бой. Противостояние на поле боя. Ну, а на пока мы восстанавливаемся и выходим, постепенно начинаем выгребаться из этого энергетического кризиса. Испания опять появилась в новостной ленте и в позитивном контексте. В принципе, испанцы, кстати, все время выдвигали инициативы довольно позитивные. Ну, я напомню, что Испания хотела нам передать 100 танков Леопард-1, которые они готовили к продаже. На что Олаф Шольц сказал, что они якобы технически неисправны и передавать их ни в коем случае нельзя. Потом летом было сообщение, что испанцы берут на обучение наших танкистов. Ну, правда, дальнейшего развития это сообщение не получило. И мы сегодня не можем точно сказать, учатся ли наши танкисты в Испании или нет. Естественно, скорее всего, на танки западного образца. Вот. И было еще от Испании, мы слышали, что они Хоук, системы ПВО Хоук, передают нам... Об этом еще говорилось после седьмого Рамштайн, заседания в формате Рамштайн, о том, что Испания готова нам передать. Так вот, на сегодняшний день Испания, как пишет CNN, сообщает нам, что Испания начинает обучение наших военнослужащих по использованию комплекса ПВО Хоук. В Испанию на этой неделе прибудут 225 наших военнослужащих. И на базе ВВС Испании, недалеко от Мадрида, они начнут обучение с применением вот этих систем противовоздушной обороны. Причем Испания даже широко смотрит на этот вопрос. Там несколько человек из тех, кого отобрали на учебу по системам ПВО, они раньше не служили никогда в армии. То есть люди не имеют первичной военной подготовки. Испанцы сказали, не проблема, мы проведем для них первичную военную подготовку, потом они освоят этот комплекс ПВО Хоук, который Испания вместе же с экипажем и с расчетами передаст нам обратно. Министерство обороны Соединенных Штатов сделало официальное заявление, в котором поддержало заявление американских союзников о намерениях передать Украине танки западного образца. И ожидает, что соответствующие обсуждения продлятся дальше. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер. Я так понимаю, что основное, кстати, есть заявление, вы могли встречать, что заявление правительства ФРГ, Федеративной Республики Германии, о том, что никто пока не обращался к ФРГ на предмет дать разрешение на передачу немецких танков третьей стороне, то есть Украине. Я так понимаю, это все будет решаться либо в ходе заседания в формате Рамштайн, либо сразу после него. Если на этом заседании будет принято решение, что, допустим, Украине надо передать 200 танков из них. Эта страна передает столько-то, эта страна передает столько-то, и, соответственно, тогда они уже, оформляя передачу, обратятся к правообладателю, то есть Германии, за разрешением на передачу этих танков. Самое главное, чтобы Германия опять не стала в позу, точнее, канцлер Германии Олаф Шольц опять не стал на пути вот этого благого дела в плане передачи нам западных образцов танков для вооруженных сил Украины. Хорошие новости из Израиля. Израиль передаст Украине системы воздушного оповещения о дронах и ракетах. Как сообщил посол Украины в Израиле, вероятно, что страна получит израильские технологии в ближайшее время. Продолжается работа по передаче израильских технологий, связанных с разумным оповещением о ракетах и дронах. То есть эта технология официально передается израильской стороной. И я думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью, заявил посол. Это, кстати, вот о том, что вы периодически спрашиваете, почему сначала в городе гремят взрывы, а потом начинает забывать сирена воздушной тревоги. Так вот, израильские технологии позволяют опережать ракеты и дроны и своевременно подавать сигнал воздушной тревоги для граждан. Так что мы учимся, война заставляет нас учиться, и мы набираем именно боевой опыт даже в плане системы оповещения. Ну, еще из новостей надо отметить, что в оккупированном Крыму российские власти начинают отрывку окопов, делают укрепрайоны. В частности, в районе города Севастополя расположен аэродром Бельбек. Так вот, вокруг этого аэродрома Российская Федерация сейчас строит укрепительные сооружения. То есть оборудует линию обороны. Ну, посмотрим, насколько она им пригодится и вообще, зачем они это делают. Также есть, опять же, из Германии пришло сообщение о том, что немецкое правительство готово передать нам боевые машины пехоты мардер. Причем, вот заявленное количество мардеров, по-моему, 40, должны они нам передать. Они сказали, что они передадут нам до конца марта. Все машины будут уже в Украине. При этом немецкие инструкторы проведут обучение наших украинских экипажей для работы на этих боевых машинах. Ну, кстати, надо отметить, что не успели Соединенные Штаты объявить о пакете помощи. Вот тот, который почти на 3 миллиарда долларов. Там, где были Брэдли, М-113 и Брэдли. Боевые машины пехоты. Так вот, российская пропаганда в лице пресс-офицера Министерства обороны России, они, кстати, его уже даже возвели в ранг генерал-майора, лейтенанта, в ранг генерал-лейтенанта, то есть, представьте, да, он уже сообщил россиянам, сообщил, что российские вооруженные силы подбили, точнее, уничтожили 4 БМП Брэдли. Эти Брэдли еще не доехали до Украины. Как вы могли уничтожить 4 БМП Брэдли из состава вооруженных сил Украины? Ну, уже, вы хоть, когда врете, так иногда хоть оглядывайтесь, где можно врать, а где, ну, Хаймарсы, там, то, что вы 2 раза уничтожили, на третий круг уже пошли уничтожать наши Хаймарсы. Да, это, об этом, как бы, мы уже все знаем. А вот, то, что Брэдли еще не успели отплыть, наверное, от берегов Соединенных Штатов, но уже 4 машины уничтожили российские вооруженные силы. Ну, что ж, на этом военные и военно-политические новости мы закончим. Первый раздел нашего с вами видео, и я делаю, как обычно, по традиции, паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, для тех, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы ответом на ваши вопросы, которые вы прислали, но хочу начать ответы на вопросы с дополнения ко вчерашнему видео. Вчера в видео я рассказал про топ-10 артиллерийских систем. И Military Today, американского издания, которое занимается этими рейтингами. Но, да, я тоже, как артиллерист, обратил внимание на то, что были поданы в рейтинге, были поданы в основном основные характеристики, касающиеся базы, ходовой части и базы этих арт-систем. Из-за артиллерии там были ли только калибры. И по вашей просьбе я покопался. Кстати, оказалось очень довольно проблематично найти тактико-технические характеристики именно арт-части. Если еще общие характеристики, там углы возвышения ствола, углы наведения по горизонтали, это еще примерно можно найти, то вот то, что касается непосредственно артиллерии, оказалось довольно проблематичным. Но, тем не менее. Итак, я хотел бы пробежаться еще раз по этой десятке лучших артиллерийских систем мира по согласно американского рейтинга компании Military Today. Или издания Military Today, так будет правильнее сказать. Итак, мы начинаем с хвоста, как обычно. И на десятом месте у нас шведский арчер, пушка-автомат, который является самой последней, или самой новейшей разработкой. Правильнее так будет. Так вот, арчер, пушка-автомат, имеет два, боекомплект, возимый боекомплект, 21 выстрел. Это находится в башне, необитаемой башне, в автомате заряжания. Дальше орудие требует дозарядки или пополнения боеукладки вот в этом автомате заряжания. Дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом составляет до 30 километров. Дальность стрельбы активно-реактивным снарядом составляет 40 километров. Дальность стрельбы боеприпасом бонус, есть такой снаряд, это самоприцеливающиеся боевые элементы, которые могут сам... Это кассетный боеприпас, он раскрывается, и эти элементы определяют по своим... С помощью датчиков, которые у них есть, они определяют наиболее слабые места или промежутки, допустим, между активной реактивной броней. И, соответственно, наносят поражение бронетехнике противники. Так вот, этим боеприпасом дальность стрельбы арчера 35 километров, а эскалибур, это корректируемый боеприпас, 60 километров. Это что касается шведского арчера. Скорострельность этой системы 8 выстрелов в минуту, то есть она ведет уверенный темп, 8 выстрелов в минуту, пока получается, что боекомплект она расстреливает меньше, чем полный боекомплект, в зимой 21 снаряд, она расстреливает меньше, чем за 3 минуты. Дальше идет 9 место, это российская МСТА-С, 2С-19. У нее возимый боекомплект 50 выстрелов. Весь боекомплект находится в башне. Дальность стрельбы ее составляет осколочно-фугасным боеприпасом, то есть обычным боеприпасом, 24 километра, активно-реактивным боеприпасом 30 километров. Скорострельность гаубицы составляет 8 выстрелов в минуту. Следующее, на восьмом месте у нас АС-90, это британская гаубица на гусеничном ходу, и у нее возимый боекомплект пушки 48 выстрелов, дальность стрельбы обычным боеприпасом 24, ну почти 25 километров, 24,7 и активно-реактивным снарядом 30 километров. Видите, примерно, примерно дальности одинаковые. Скорострельность у этой гаубицы, она имеет возможность, вот АС-90, британская гаубица, имеет возможность сделать первую очередь выстрела автоматическая. То есть, она может сделать 3 выстрела за 10 секунд, потом средний темп, она держит 2 выстрела в минуту. И такой темп стрельбы 2 выстрела в минуту, она может выдерживать в течение часа. Вот что касается британской гаубицы АС-90. Польский краб. Это фактически лицензионная копия, можно сказать. Единственная ходовая часть, я говорил, польская, а артиллерийская часть, ствол и башня, в основном взяты от британской гаубицы АС-90. И у нее уже отличается. У нее возимый боекомплект, 40 снарядов и 48 зарядов. То есть, зарядов на 8 штук больше, для того, чтобы экипаж мог выбирать, при необходимости, на каком заряде вести огонь. Темп стрельбы у польского краба 6 выстрелов в минуту. Но, при этом, польский краб тоже самое умеет делать 3 выстрела за 10 секунд. То есть, скоростная стрельба. А потом, это интенсивным огнем, а потом идет темп стрельбы 6 выстрелов в минуту. И может вестись такой темп, 6 выстрелов в минуту, краб может выдерживать в течение 3 минут. То есть, 18. Три снаряда беглым, потом 18 снарядов в течение 3 минут. Дальше, практическая скорострельность краба снижается до 2 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы краб, самоходки краб, составляет 30 километров обычным осколочно-фугасным боеприпасом. И максимальная дальность стрельбы до 40 километров. Это имеется в виду активно-реактивный снаряд. Далее, у нас в рейтинге идет М109А1 Паладин. Американская самоходная гаубица. И у нее боекомплект возимый идет 28 выстрелов. Дальность стрельбы обычным осколочно-фугасным снарядом 22 километра. Активно-реактивным снарядом 30 километров. Но активно-реактивный снаряд это тот, который имеет пороховой генератор-ускоритель в хвостовой части снаряда. Поэтому он летит дальше. Они были в Советском Союзе, они есть в Российской Федерации. И они везде применяются, активно применяются во всем мире. Это тот же самый боеприпас, просто в хвостовой части, в донной части снаряда. Так правильнее будет сказать. У него находится пороховой генератор, который придает ему реактивной тяги. Немного. Так вот, паладин имеет скорострельность 1 выстрел в минуту. Это максимальная его скорострельность. Но на первых 4 выстрела он может сделать в течение 3 минут. Дальше паладин идет с четким темпом 1 выстрел в минуту. Далее у нас с вами идет... Сейчас я вам точно, чтобы не путаться с местами. Далее у нас с вами идет Китай. PLZ 05 гаубица. И тоже она калибра 155. Я отмечал, что китайцы взяли мировой стандарт. Я бы назвал это мировым стандартом. Потому что все-таки НАТО и большинство стран в мире используют именно калибры, как в НАТО. Совместимость. Так вот, у китайской пушки, кстати, одна из самых загадочных пушек, у нее был боекомплект у самоходки 30 выстрелов. Далее, дальность стрельбы зависит от вида боеприпасов. Если же применяется боеприпас с лазерным самонаведением, это типа... Это они скопировали, даже в описании написано, что это аналог советского, обратите внимание, снаряда «Краснополь». Россия сейчас приписывает его себе, что «Краснополь» это российский... Нет, это советский снаряд, который идет по отраженному лазерному лучу. Кстати, артиллерийские квантовые дальномеры имеют функцию подсветки цели. Включаешь эту функцию, нажимаешь кнопку, держишь перекрестие на цели, и лазерный луч светит на эту цель. Так вот, этот снаряд «Краснополь» ловит отражение лазерного луча и идет ровно в ту точку, в которую светит лазерный луч. Вот этим достигается... Так вот, китайская гаубица таким боеприпасом с лазерным самонаведением может стрелять на дальности до 20 километров. Далее у нее есть три типа боеприпасов, но вот что самое интересное, я не нашел расшифровки этих снарядов. Они называются, допустим, ERF-B-BB. Дальность таким боеприпасом 39 километров. Но я вам скажу опорные дальности. Три типа боеприпасов к этой самоходке у Китая есть. Дальность стрельбы этими боеприпасами составляет 39, 53 и, внимание, 100 километров. Вот китайцы, как всегда, впереди планеты всей. Вот они разработали три боеприпаса для своей самоходной гаубицы PLZ-05 и с дальностью стрельбы, вот с такой вот дальностью стрельбы, тремя, даже четырьмя типами боеприпасов. 20 лазерное самонаведение типа Краснополя и три вида снарядов 39, 53 и 100 километров соответственно. Данных о темпе стрельбы, то есть огневых возможностях этой пушки, к сожалению, нигде в открытой прессе на сегодняшний день нет. Далее у нас с вами следует Япония, еще более закрытая страна, чем Китай. Очень много пришлось перевернуть литературы и единственное, что нашел, это то, что дальность стрельбы японской гаубицы, самоходной гаубицы под названием тип 99 составляет до 30 километров. Использование активно-реактивного снаряда позволяет довести этот параметр до 36-38 километров, то есть даже нет точных данных по активно-реактивному снаряду. Не исключается возможность применения современных корректируемых боеприпасов, способных показывать высокую точность попадания. Вот это все, что известно о какой у нее возимый боекомплект, какие типы снарядов она может применять на сегодняшний день. К сожалению, найти не удалось. Но мы знаем, что дальность стрельбы 30 или 38 километров и при калибре 155 миллиметров. Следующее в нашем рейтинге идет К9 Тиндер или Зиндер. Тиндер, наверное, правильно будет прочитать. Это южнокорейская гаубица. И она у нас на третьем месте в нашем рейтинге, который мы рассматриваем. Тоже очень скудная информация и точно можно сказать, что максимальная скорострельность этой гаубицы это 3 выстрела за 15 секунд. То есть, видите, если европейские образцы и американские дают 3 выстрела за 10 секунд, то корейская дает 3 выстрела за 15 секунд. Дальше в обычных условиях 6 выстрелов в минуту может обеспечить эта самоходка. Боекомплект САО составляет 46 выстрелов раздельно гильзового заряжания. Максимальная дальность стрельбы этой САО южнокорейской составляет 50 километров. При использовании реактивного снаряда дальность составляет 40 километров. При стрельбе обычными боеприпасами дальность составляет 30 километров. То есть, осколочно-фугасный 30, активно-реактивный 40. Ну и, видимо, специальный боеприпас, а может быть корректируемый боеприпас, дает максимальную дальность этой гаубицы 50 километров. На втором месте у нас идет, в этом рейтинге идет российская гаубица 2С35 коалиция СВ. Я вам про нее рассказывал. Но тут очень интересные характеристики. Даже в российской Википедии, можете проверить, даже в российской Википедии они не могут точно определиться с ее тактико-техническими характеристиками. Вот, например, идет возимый боезапас 50-70 выстрелов. Я представляю, что 20 ящиков это полурала. Ну, не полурала, треть Урала точно. 20 ящиков с боеприпасами. Поэтому, что такое 50-70 выстрелов? 50 в самоходке, 20 в транспортно-заряжающей машине или в транспортной машине. Ну, наверное, так надо ориентироваться. То есть, видите, Российская Федерация еще и написала, даже в Википедии написали с шарадами, которые надо разгадывать. И далее, вот интересные очень характеристики. Тут же, в этом же описании, в следующей таблице, сравнительные тактико-технические характеристики с основными ведущими гаубицами мировыми, да, они дают, что возимый боезапас 65 выстрелов. 50-70, это как бы для российского потребителя. Для всех остальных, видимо, в сравнении с западными образцами 65 выстрелов. Ну, пусть будет 65. Не, ладно, не будем спорить. Дальше. Максимальная дальность стрельбы обычным осколочно-фугасным снарядом коалиция заявлена 40 километров. До активно-реактивного боеприпаса для этой гаубицы не создано на данный момент. Прочерк стоит. Но зато есть максимальная дальность стрельбы управляемым активным снарядом. И она заявлена на сегодняшний день 70 километров. Ну, дай бог. Может быть, как и Скалибур летит на 70 километров корректируемый боеприпас. И теперь, внимание, тоже интересная характеристика, двойственная. Боевая скорострельность гаубицы коалиции. Написано, нормальная скорострельность 12 выстрелов в минуту. Максимальная скорострельность 16 выстрелов в минуту. Не заявлено, сколько она может выдерживать такой темп и за счет чего нельзя найти данных, за счет чего такой темп выдерживается. Ну, да бог с ним. И у нас с вами остается обладатель первого места в этом рейтинге. Это немецкая гаубица, панцерхаубица 2000. И ее основные тактико-технические характеристики, артиллерийские характеристики, являются следующими. У нее возимый боекомплект в гаубице 60 выстрелов. Дальность стрельбы от 30 до 50 километров в зависимости от боеприпаса. И при стрельбе, это обычным боеприпасом, она может так стрелять, такой разброс. И 67 километров активно-реактивным снарядом. Рекордная скорострельность в этих гаубицах, она может делать первых 3 выстрела за 9 секунд. Внимание, на 1 секунду быстрее, чем все остальные западные образцы. Еще 10 выстрелов могут быть совершены за 56 секунд. Тоже очень интересная характеристика. Но на практике все зависит от степени разогрева ствола. Нормативно немецкая самоходка разрешает произвести 20 выстрелов за 2 минуты. То есть, вот такой темп, 10 выстрелов в минуту, она может держать 2 минуты. Затем скорость стрельбы должна быть снижена до 8 выстрелов в минуту. Вот такие вот характеристики по вашей просьбе собрал и вам озвучил, согласно вот этого мирового рейтинга лучших артиллерийских систем в мире. Ну а теперь мы уже окончательно продолжаем ответы на ваши вопросы, которые вы прислали. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующим образом. У меня такой вопрос. Как правильно передать данные о противнике, какая информация интересует наших военных? Наших военных интересует любая информация о перемещении или размещении российских оккупационных войск на нашей территории. Правильнее всего передавать с помощью чат-бота e-ворох. Этот чат-бот есть как в телеграм-каналах, так и он есть в ДИИ. Если вы гражданин Украины, у вас украинский телефон, мобильный оператор, то там вы можете зайти в ДИИ. Если у вас российский, то через приложение VPN вы можете зайти в свою ДИИ. И там есть такой уже раздел, называется e-ворох. Открываете его и чат-бот с вами общается. Кстати, типовые вопросы там задаются автоматически. Вы на них отвечаете, после чего переписка удаляется автоматически. И вы вне подозрений. Вот таким вот образом. Через чат-бот называется e-ворох. Передавайте любые сведения о расположении и перемещении российских войск по территории Украины. Также там можно передавать сведения о коллаборантах. Следующий вопрос. Объясните, пожалуйста, за счет чего коктейль молота останавливает тяжелую самоходную технику при попадании в различные ее части. Например, танка при попадании в зону двигателя, в борт, в любую броню и так далее. Ну, давайте так. Кино и жизнь очень сильно отличаются. Очень сильно отличаются. И вот то, что мы видим с вами в художественных фильмах, что попал коктейль молотова в танк, особенно периода Второй мировой войны, и он сразу же остановился. И все уже бегут. Нет, такого не бывает. В основном, для того, чтобы коктейль молотова повредил в танк, надо попасть в самые уязвимые места. А танки Второй мировой войны, одно из самых уязвимых мест, это были смотровые щели. Тогда не было такого прибора, как тримплекс, то есть, который позволяет изнутри смотреть, а сверху у тебя стеклышко. И нет, были смотровые щели. Так вот, если бутылка с горячей смесью разбивалась на смотровой щели, то брызги горящей жидкости попадали на тело членов экипажа. На комбинезоны, в лицо, там руки. Естественно, допустим, если на механику водителю в лицо попала горящая смесь, естественно, что танк в первую очередь останавливается. И он принимает меры, чтобы потушить себя или выскочить из этого танка. В этом случае танк останавливается. Если же, во всех остальных случаях, как правило, танк не останавливается. Он продолжает движение, продолжает бой, и даже смесь может потухнуть, выгореть полностью. И танкисты даже этого не заметят. Если он попадает в моторный отсек, есть вероятность, что произойдет возгорание двигателя, если он попадает возле топлива. Может быть разрушен радиатор системы охлаждения. И то это не приведет к немедленной остановке двигателя. Почему? Потому что классический коктейль молотова делается с применением серной кислоты. А радиатор, даже танка, делается из латуни. И, соответственно, он может быть поврежден вот этими элементами серной кислоты. Но при этом танк может какое-то время ехать и вести боевые действия, пока не произойдет перегрев двигателя. Точно так же топливные баки. Поэтому здесь говорить о том, что танк останавливается сразу при попадании, особенно в борт, так вообще для танка это никакой угрозы вообще не несет. Он может спокойно продолжать боевые действия. Так что кино и жизнь отличаются кардинально. Наглядный пример, я вам приведу очень хороший наглядный пример из нашего Майдана. Вот Майдан 2014 года был. И там есть видеозапись, когда на Институтской улице бронетранспортер пытался таранить баррикаду, для того, чтобы прорваться на Майдан Незалежности с улицы Институтской. И там его закидали коктейлями молотова. И что вы думаете, бронетранспортер остановился? Нет. И в него кинули, наверное, если так по видео, на вскидку до двух десятков коктейлей. Он горел весь, как факел. Но при этом он спокойно двигался вперед-назад, колеса у него горели. Но они не прогорели, они не взорвались, время было. Он потом откатился назад и экипаж вышел через задние двери десантного отделения. Вот и все. Вот вам ответ на вопрос, реальный ответ на вопрос, останавливается танк или нет, если в него попадает коктейль. А на танке еще меньше резиновых изделий, чем на бронетранспортере. Добрый день. Очень интересно, какой радиус защиты от баллистических ракет у ПВО. Например, Патриот. Я так понимаю, на последнем этапе ракета в цель попадает практически вертикально. Так и комплекс должен быть где-то рядом, чтобы перехватить эту цель. Да, кстати, по баллистическим ракетам самый маленький радиус действия. Как правило, он составляет где-то порядка 40 километров. Если мы говорим, что Патриот в 80 максимальная дальность, ну до 100 он может достать цель, то баллистические ракеты он уничтожает где-то с дистанции 40 километров и менее. Но вот смотрите, в чем проблема баллистической ракеты? В том, что она идет на излете, на конечном участке траектории, у нее сверхзвуковая скорость. Она падает вправо почти вертикально, и при этом она имеет очень огромную скорость. И если она не была засечена в момент пуска, вот если она засекается в момент пуска, то тогда система просчитывает точку встречи и определяет автоматически время запуска противоракеты. И тогда противоракета успевает прийти в точку встречи. И мы все понимаем, что баллистическая ракета летит по математическим законам, по законам баллистики. И она никуда не денется. Она точно будет в этой точке. Потому что парабола, которую она очерчивает после ее пуска, она константа. Она неизменна. Ракета, управляемая, обычно баллистические ракеты, корректируемые на начальном участке траектории. На конечном участке траектории уже никто баллистическую ракету не корректирует. И поэтому точку встречи просчитать можно. В этом, кстати, и сложность перехвата. И если комплекс вовремя ее засек, РЛС вовремя засекла, и по времени она успевает пустить противоракету, чтобы та точка встречи оказалась на траектории, а не уже после того, как ракета упадет в цель, то тогда производится ее. И да, как правило, эта дистанция минимальная, где-то километров 40 и менее. И, соответственно, пусковая комплекса должна быть расположена на расстоянии от вероятного места падения ракеты. Почему я и другие специалисты всегда говорим о том, что эффективность противоракетной системы зависит от плотности и количества, ну это взаимосвязанные два понятия, количество и плотность, средств противоракетной обороны. Чем плотнее они стоят, тем больше вероятность того, что они эту ракету собьют, даже баллистическую. Вот такой интересный. При виде российских танков Т-90 прорыв у украинских боевиков буквально начинается истерика. Все дело в том, что на вооружении ВСУ нет эффективных средств борьбы с современными танками, оснащенными системой активной и динамической защиты. Вы глубоко ошибаетесь. Ваши российские танки, это прорыв ваши, горят как факела. Башню отрывает на ура. Так же, как в 72-ке и как в 80-ке. Объясню почему. Дело в том, что... Во-первых, начнем с того, что танков Т-90 прорыв в составе вооруженных сил Российской Федерации уже не осталось. Если еще несколько машин с десяток-полтора воюют, это которые уцелели, которые танкисты уберегли. Все, больше нет. Поставок новых нет. Кстати, у ЧВК «Вагнер» есть Т-90, у регулярных частей Российской Федерации уже Т-90 нет. Вот такой интересный парадокс. Так вот, практически все средства противотанковой борьбы, которые есть на вооружении вооруженных сил Украины, за исключением советских, это РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, это противотанковые гранатометы в пластиковых одноразовых корпусах или в полимерных корпусах. Вот, одноразовые. Или РПГ-7 советские, это Шайтан Труба, как его называют еще. Вот они, да, они, и для них это проблема подбить Т-90. И то, гусеницу они перебивают на ура, даже при наличии всей активно-динамической защиты. Но, все импортные средства, начиная от гранатомета «Инлау», который нам Британия поставляет, и заканчивая «Джевелином», они имеют тандемную головную часть, которая предназначена для уничтожения танков с активно-динамической защитой. Кстати, именно поэтому в Российской Федерации на все танки начали... Зачем вы тогда навариваете на танке вот эти каркасы, мы их называем курятники. Из стальных прутьев, из арматуры, чтобы защитить... У вас же активно-динамическая защита на танках. Чего же вы тогда варите курятники, чтобы спасти свои станки от наших «Джевелином»? Так что нет, горят Т-90, точно так же горит, как Т-72. Точно так же отрывает башню, потому что, опять же, по концепции строения танков, боеукладка находится в башне. И экипаж фактически сидит внутри боеукладки. Еще раз доброго вечера. Знов про танки. Леопарди, ліклерки, челленджери, миркави, абрамсы. Досить важкі. Категорія важких танків за 60 тонн. А чи не будут вони грузнути в наших чорноземах? Тут наши оплот та булат значно выиграют. А чи немає можливости краще доукомплектувати наши старі танки, які знаходяться на збереганні Т-80 та Т-64 до рівня Т-80 БМ «Оплот» и Т-64 БМ «Булат». Украина була, є і буде. Слава Україні, слава ЗСУ. Уважаємо, дуже цього б хотілося, щоб ми именно це і зробили. Але ми це не зробили до війни, а в условіях війни ми це зробити не можемо і подавно. Кстати, в перші дні війни, буквально в післях февраля, зразу після атаки, одним із первих був розбомблений Харківський танкостроительний завод ім. Малышева. Так що, вопрос, де і чим переоборудувати, це раз. Второ, технології, технічні можливості, щоб не було так, як получилось, треба ж купити комплектуючі. Скільки займёт время демонтаж старого оборудування і скільки займёт время демонтаж нового оборудування. При цьому оборудування треба, якщо ми вибираємо із имеющееся оборудування для модернізції, то треба, щоб оно було совместимо з цими танками. Чтоб не було, як було, допустим, з модернізациєю Т-64 «Булат». Коли закупили турецкі радиостанції, вони не влезли в люк. І для того, щоб поставити радиостанцію, треба було снимати башню з погона. В результаті договорились, спасибо Турції, вони обміняли нам радиостанції на другу категорию, які влезли в люк. Тому модернізация – це дуже проблематичний вопрос. Коли модернізують техніку, имеючуюся на вооруженні, яке стоїть в частях, то специально оборудування заказують под цю техніку, щоб вона конструктивно подходила в нього. Тому на сьогоднішній день у нас нет возможностей, нет техніческой бази. І для нас наилучший вариант – це взяти западні готові образці. І краще переучитися на них, люди быстрі осваивають, чим ми переоборудуємо, перестроюємо наші танки. Перспектива – да, послевоенна – да. Ну, сейчас, к сожалению, нет. Технологически і технічески це буде крайне тяжело. І по времени, дуже затратно. Ви розказували о приоритетних целях на полі боя. Расскажіть, будь ласка, о приоритетних целях на уровні фронтов. Какі вони бывають, як їх знаходять, як їх знаходять, як це відчувається штаб спеціальної воєнної операції, як це відразиться на действіях армії рашистів. Може, ви знаєте, де він знаходиться? Есть ли можливість у ВСУ прорядити ряди рашистських генералів? Ведь є ж на Донбасі люди, у которых получилось достати до Кримського моста. Крейсера «Москва», до аеродрома в Криму і «Энгельсі». Верю в ЗСУ, слава Україні, спасибо за ответ. Смотрите, на уровні, ну у нас фронтов нет, давайте возьмем на уровні оперативного командовання. На уровні оперативного командовання приоритетним являться три вида цели основних. Це командні пункти, раз, узли связи, два, і далі склади боеприпасів і сосредоточення резервів. Райони, оперативні райони, розміщення резервів. Вот четыре основних вида цели, которые надо уничтожать на оперативному направліні. І тогда фронт проседає. Але, соответственно, удалення від линии фронта в ціх цілих доволі дуже багато. Начинається оно где-то з 20 і більше км. Тобто, допустим, командний пункт оперативного направління може знаходитися на 30-40 км від линии фронта. Узел связи там може стоятий на 50 км від линии фронта. Як їх обнарують? Їх обнарують с помощью аерокосмической розвідки, то есть то, що нам дають наші страны-партнеры. Їх обнарують безпілотники, які мають можливість залетати на таку глибину. І їх обнаруєє наша розвідка, яка там пішком ходить і збирає гриби вокруг цих вероятних целей. Все цели обнаруються такими способами. Як я сказав, аероразвідка, космічна розвідка і агентурна розвідка, то есть піші розвідки, диверсіонно-развідними групами. Соответственно, с виявлением целей вони накрывають. І при наличі возможності, якщо вони попадають в зону нашого огнєвого пораження. Ми знаємо, що Хаймар зможе достати максимум на 50, ну от силы 60 км в глубину оборони противника. Почему? Потому що йому самому треба стояти десь 1 км 10 від линии фронта, щоб чувствувати себе безопасно, а краще 20, щоб до нього не доставали основні види артилерії РФ, щоб він не попав під від від mulTT, під контрбатарійну бор trust 아, тому вчитайте. И когда совпадают вот эти факторы дальность досягаемости наших огневых средств, данные разведки о наличии таких пунктов управления, узлов связи, сосредоточения резервов или складов различного типа, тогда мы наносим огневые удары. Кстати, именно таким способом мы прорежаем российский генералитет, который, кстати, одно из последних накрытий было в Херсонской области, недалеко от населенного пункта, но там проводили совещания силовики, в том числе и ФСБ из Москвы приехали совещаться, как там, видимо, как устраивать оккупационную власть на этих местах. Мы накрыли, было очень большое количество старших и высших офицеров, в том числе и приехавших из Москвы. Мы их накрыли с помощью наших реактивных систем Хаймерс. Так что, вот таким вот образом определяется и такие цели являются приоритетными. В последний период люди насторожені мобилизаціей. Часто чую, что все повестки просто кидают в поштову скриньку и даже запихают между штахетами. Чи правомірно це? Чому від влади не чути ніяких пояснень? Як на це реагувати? Почему не слышно? Все слышно. Главный военком вооруженных сил Украины, все, ну, образно говоря, главный военком, там его должность немножко по-другому. Кстати, есть, это была публикация и в телеграм-канале, и на новостных сайтах. Везде было. Он четко и ясно разъяснил, что повестка вручается только под роспись лично в руки. Вот тогда она считается врученной. Все засовывания в двери, там, в щели, кидания в почтовый ящик, они не имеют правовых последствий. Это не является вручением или оповещением, или вручением повестки. Об этом было четко написано и разъяснено. Повестку у нас, согласно закону, может вручить представитель военкомата, работодатель, через работодателей закон позволяет вручить повестку, и повестку может вручить местные советы, через местные советы, с привлечением правоохранительных органов. Причем повестка может быть вручена абсолютно в любом месте. То есть, закон не определяет четко место вручения повестки. Вот это является, проверяются документы, повестка должна соответствовать паспортным данным человека, там должна быть мокрая печать на повестке, и она должна четко регламентировать место и время, куда и с чем ему прибыть. После сверки данных повестка вручается и под роспись, человек расписывается в журнале о получении этой повестки. Все остальное является неправомочным. И все остальное, таковы были разъяснения, по-моему, он называется начальник центра комплектования вооруженных сил Украины. Питание короткое, но для меня важливое. Мой батько-афганец, полковник, я с жахом сижу и думаю, что война была аналогична, что жители Афганістану не ждали на таких спасителей, как мой тату. Чи я помиляюсь, войны не схожі, сидячи під ракетами починаю вірити у карму роду. Дякую за информацию. Смотрите, война похожа. Похожа тоже. Советский Союз нес, у нас была вот эта, Ленин еще заложил идею мировой революции. Раздуть пожар мировой революции. Помните, Сталин мечтал о мировом пролетариате и хотел на штыках принести коммунизм в Европу. Ленин хотел во всем мире и то же самое делал Советский Союз. Зачем мы вошли? Мы вошли в Афганистан для того, чтобы превратить эту страну в социализм, построить в этой стране социализм. Естественно, принести его на штыках. Мусульманская страна со своими традициями и обычаями. И тут приходит Советский Союз и говорит, нет, вы теперь светское государство, у вас социализм и все-все-все остальное. Мы свергли Амина. Это был, по-моему, да, руководитель дворец. Да, его дворец штурмовали. И посадили там своего ставленника Бабрака Кармаля. А потом наши, точнее, советские войска начали операцию по порабощению, фактически, народа Афганистана и превращению их, и приведению их в социализм или в страну социалистического лагеря. Вот так вот. Примерно то же самое. Российская Федерация подразумевает, что Украина как государство существовать не может. Потому что, как говорит Путин, нас якобы выдумал Ленин, то есть до 1918 года Украины не было, Киевской Руси никогда не было. При этом они хотят украсть нашу историю, себя обозвав Русью. Причем даже боятся сказать, что это Киевская Русь, просто Русь. И все, кто не согласен уничтожить или посадить в места лишения свободы, а остальных перековать под себя. Запретить украинский язык, украинскую культуру и насадить здесь русский мир. Да, война примерно аналогичная. Только здесь она ведется уже не партизанскими методами, как это было в Афганистане, а активными боевыми действиями примерно на уровне Второй мировой войны. Предполагают, что в Белоруссии формируется частная военная кампания специально для того, чтобы военные Белоруссии не вступали в войну, а ЧВК воевали бы вместо них. И таким образом Путин хочет якобы все же напасть на Киев. Что вы думаете об этом? Да, я думаю, что ЧВК в Белоруссии создается именно для этих целей, чтобы Лукашенко согласился скорее всего на такой вариант. Но он как всегда, он понимаете, как хитрый этот самый картофельный король. Он, если так можно его назвать, иронизируя. Он, опять же, уходя от прямых ответов и от ответственности, он, видимо, согласился на то, что формируется ЧВК из действующих и военно обязанных граждан Белоруссии. То есть из действующих военных и из МОБ-резерва Белоруссии сформируется ЧВК, которая примет участие в войне на стороне Российской Федерации против Украины. И он опять скажет, я не я и лошадь не моя. Это же ЧВКшники, я же к ним не имею никакого... Это же не вооруженные силы Белоруссии. Но поход на Киев для меня является на сегодняшний день очень сомнительным. Почему? Потому что если в 24 числа входила группировка 45 тысяч примерно с Белоруссии, примерно 40-45, и мы знаем, чем это все закончилось. При том, что наша армия была в штатах мирного времени. То сегодня, когда у нас вдоль северной границы развернута огромная группировка войск, когда граница продолжает превращаться в линию обороны, ну я думаю, я всегда придерживался такого мнения, что угрозу или вероятность прорыва можно начинать считать примерно с численности группировки 50, а может быть даже и 70 тысяч и более. Вот если будет сформирована такая группировка, тогда угроза прорыва границы будет существовать. Но, все что меньше, вот то, что там формируется ЧВК, или там допустим то, что сегодня 10 тысяч или 11 тысяч российских военных на полигоне в Белоруссии обучается, это может быть вооруженный приграничный конфликт. То есть, они могут атаковать нашу границу для того, чтобы сковать наши силы, чтобы мы не могли снять войска с белорусско-украинской границы и перебросить их на восток. Вот такой вариант я не исключаю. Хотя, на сегодняшний день, по каким-то, ну я так понимаю, по некоторым нюансам, что Лукашенко, видимо, договорился с нашим руководством о том, что с территории Белоруссии огневого воздействия быть не будет. Проводиться огневое воздействие, удары по Украине проводиться не будут. И мы пока это наблюдаем в течение нескольких месяцев. В качестве подтверждения своих слов скажу, сейчас в Европе, ну там разгорается небольшой такой скандал политический. Один из евродепутатов заявил о том, что на вопрос, почему Белоруссия не попала под санкции последних несколько пакетов, которые принимал Европейский Союз, он заявил, что по просьбе украинского руководства Белоруссию вычеркнули из санкционных списков, которые утверждал Европарламент. Так что может быть и такой вариант. И вопрос похода на Киев действительно на сегодняшний день становится маловероятным. А и с учетом еще таких, если это правда, что существуют договоренности, то тогда он вообще на сегодняшний день может, вероятность этого похода может равняться нулю со стороны территории Белоруссии. Точная информация, вот смотрите, пишут, что точная информация, беспилотники изготавливаются в Белоруссии, в Гомеле. Да, мы знаем о том, что там есть КБ, которая разрабатывала, и кстати два было, даже две, точнее две модели беспилотников белорусских разрабатывали, и Лукашенко где-то месяца полтора или два назад сказал, что надо бы вернуться к программе разработки беспилотников. Но на самом деле есть данные, что они не стали трогать свои программы, они их зачехлили. А вот то, что они сейчас, там вот это предприятие, которое при этом конструкторском бюро, или наоборот КБ при этом предприятии, они сейчас активно производят беспилотники для Российской Федерации. Не знаю, где берут комплектующие, думаю, что обходят просто санкции серыми путями. И через третьи, там четвертые страны. Но тем не менее, да, есть такая информация, что Белоруссия клепает беспилотники для вооруженных сил Российской Федерации. Ну, на мой взгляд, зря мы играем в игры с Белоруссией. Надо ее просто ставить в один ранг с Россией, разрывать дипломатические отношения. У нас, кстати, послы до сих пор белорусские в Украине и наш посол в Минске. Санкции на Белоруссию, Беларусь не попадает. А при этом Беларусь полностью обеспечивает российские войска. Готовит личный состав на полигонах у себя. Отдает боеприпасы. Ремонтирует технику, снимаемую с хранения. И эта техника потом появляется на полях, на Донеччине, на Луганщине. И убивает наших военнослужащих. И пытается захватывать на этой технике российские войска. Пытается захватывать нашу территорию. Сейчас вот точная информация о том, что там Беларусь производит беспилотники для российской армии. А мы хлопаем в ладоши и делаем вид, что этого не замечаем. Это очень плохо. Я думаю, что эти игры не приведут ни к чему хорошему. Бахмутское направление. Восточнее населенного пункта Константиновка и северного населенного пункта Торецк по линии Притечная-Белая гора-Делеевка началась массированная артподготовка из всех видов артиллерии и реактивных систем залпового огня по Укрепрайонам Вооруженных сил Украины. Началась подготовка к наступлению. Это сегодня пришел комментарий буквально перед началом этой видеозаписи. Вполне вероятно. Вообще скажу, что есть, можно точнее рассмотреть такой вариант, это подчеркиваю, это вариант действий российской армии. Получается, что смотрите, тут связывается все в кучу. Или наоборот, пазл складывается в общую картину. Общая картина выглядит следующим образом. Для того, чтобы найти слабое место в нашей обороне и измотать наши резервы максимально, Путин ставит Суровикина начальником СВО и поднимает в ранге Пригожина. И заинтересовывает его в том, чтобы он нашел слабое место и прорвал нашу оборону. Что и делает Пригожин. Пригожин, не считаясь с потерями, ему дают право набирать зэков, а это без решения Путина никто не мог дать такое разрешение. Он набирает зэков столько, сколько надо. В результате ему удается частично захватить Солидар и при этом вымотать наши резервы и продвинуть немного фронт. Мы скованы в районе Солидара и Бахмута, резервы наши тают в результате того, что нам надо отражать такую бешеную и бессмысленную атаку на нашей позиции. В это время российские войска накапливают резервы на Донецком направлении под командованием Генерального штаба Вооруженных сил России. Когда Пригожин свою роль выполнил, Путин его опускает на уровень Плинтуса, умножая на ноль, а именно отстраняет Суровикина. А Суровикин обеспечивает боевые действия, потому что все обеспечение за счет Министерства обороны России для ЧВКшников. Суровикина поставят заместителем, Герасимова ставят начальником СВО, начальником Генерального штаба-начальником СВО. Соответственно Пригожин падает во всех глазах и Министерство обороны России заявляет, что основную тягость вводит десантникам на участке Солидара. Они берут на себя ответственность в плане того, что говорят, что там не ЧВК воевало, а десант нес на себя основную тяжесть войны. И уже под командованием Генерального штаба вполне возможно, что начинают наступательные действия на вот этом участке, который сейчас описывают. То есть архподготовка для последующего наступления. При этом для того, чтобы мы не перебросили резервы с запорожского направления, там российские войска предпринимают попытку наступления в направлении Гуляй-Поля. И населенные пункты Мирне и Дрожковка на сегодняшний день захвачены в результате внезапного удара российских войск. И мы оттуда не можем теперь снять резервы для того, чтобы помочь войскам в районе предтечной Белая гора Делеевка. Кстати, вот этот участок, который тут описал зритель, я так понимаю, из оттуда, из Донбасса, это выход на Константиновку. А Константиновка это перекресток дорог, по которой снабжается Бахмут. То есть они могут попытаться зайти на втыл Бахмута с южной части, с южного направления. Вот такой вариант развития событий можно сегодня сложить. Еще раз подчеркиваю, это вариант, это не догма. Но в принципе он вырисовывается в результате последних действий российских войск и вагнеровцев на участке Солидар, Бахмут, Белая гора Делеевка и Мирная Дружковка. Вот такую картинку можно себе сложить. Насколько это соответствует, в действительности сказать очень трудно. Но тем не менее, все вот эти события, которые происходят, они являются фактами. И их отрицать нельзя. Ну что ж, на этом мы вторую часть нашего видео закончим. Ответы на вопросы и у нас остается третья часть нашего с вами видео. Это приветствия, пожелания и ваши комментарии. И вот первым комментарием сегодняшнего дня будет довольно интересный комментарий. Вот зритель подметил. Интересно, использование Арчера со снаряда Эскалибур, по сути это получится более мобильный, легкий и дешевый Хаймерс. Ну, еще немножко слабее, конечно, чем Хаймерс. Потому что в снаряде все-таки взрывчатого вещества в несколько раз, почти в 4 раза меньше, чем в снаряде Хаймерса. Но тем не менее, да, фактически вы правы. Если с Калибуром из Арчера грохнуть по российским по оккупантам, российским, то да, благодаря его точности и дальности это будет примерно аналог. В Канаде огромная украинская диаспора. Многие занимаются государственной деятельностью и влияют на политику. Замечательная страна. Слава Украине и вооруженным силам Украины. Да, канадцы молодцы, они нам помогают очень и очень сильно. Уважаемый Олег, я москвичка, мне 76 лет. Я сразу была против аннексии Крыма. Тем более, против захвата Донбасса и Луганска. Бомбежки Киева 24 февраля почти убили меня. Но уже через 2-3 дня я вдруг успокоилась и поняла, что Украина не только выстоит, но и победит. И я, и все мои друзья, ровесники, все душой болеем за вашу победу. Поздравляем вас со всеми прошедшими праздниками. И желаем вам полной и окончательной перемоги в новом году. Надеемся, что ваша победа принесет свободу не только вам, но и России тоже. Слава Украине. Мне очень приятно, что вы абсолютно правильно назвали нашу перемогу. Не победу, а перемогу. Полной и окончательной перемоги в этом году. Мы на это тоже очень надеемся. Мы за это сражаемся. Асалам алейкум. Привет из Баку. Слава вооруженным силам Украины. Слава украинскому героическому народу. Смерть фашизму. Привет из Баку. Слава Украине. Героям слава. Ну вот сегодня Азербайджан отличился. Витание с Кривого Рогу. Дякую за информацию. С Гусева, как с Гуся вода. Ни дронов на тысячу километров, ни танков нет. Переформатуйте Укроборонпром. Уберите лишних людей, бюрократов. В частную компанию по производству самого современного оружия. Дайте честным людям заработать денег. А нашей армии украинское вооружение. Слава Богу. Слава Украине. Слава вооруженным силам Украины. Я кстати тоже сторонник того, что Укроборонпром должен быть просто ликвидирован как класс. Как предприятие. И надо просто создать внутренний рынок вооружений на основе частных компаний. Я уже неоднократно приводил примеры, что в ведущих странах мира военно-промышленный комплекс 100% частный. 100% везде. США, Великобритания, Израиль, Франция. В Германии 5% государства контролируют взрывчатые вещества и пороха. Все остальное частный. Почему у нас руководство вцепилось в этот Укроборонпром и носится с ним как с писаной торбой. И мы вот имеем постоянно такие пустые, то пустые обещания, то не выполнение обещаний вообще. Харьков витая. Тримаемся, украинцы. Все трошки, уже трошки залишилось до кинечного, до ничемного кинца русни. Слава Украине, слава Збройным силам Украины. Кипр приветствует Украину и ее героев. Стишок написал. Новогодний. Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты. Ты подарки нам принес? Что в мешке? Солдаты. Достает большой пакет, притаив насмешку. Вот ваш папка, брат и дед. Только в перемешку. Ну а мамам от меня, каждой по Калине, с Новым годом, ребятня, слава Украине. Вот такой вот стишок. Калина имеется ввиду не ягода, а лада Калина. Это ж помните мем, когда отец на гробовые деньги своего сына купил новую ладу Калина. И приехал на кладбище на ней сказать спасибо сыну за Калину. Охренеть. Какой-то курятник, солидар, вторая армия мира не может взять. Укладывает там тысячи своих военнослужащих. И разный депрессивный сброд из депрессивных районов Российской Федерации. Если такие дикие потери будут и дальше, то действительно второй волны могилизации не избежать в Российской Федерации. Конечно, не спасла мобилизация. Потери просто дикие. Особенно, когда с беспилотника обзор поля битвы – жесть. Просто жесть. Согласно со многими украинскими экспертами, что вооруженные силы Украины хотят тупо закидать трупами. Причем без разницы какими. От десантников до зэка. И разного депрессивного сброда. ВСУ само не офигело от увиденного в 21 веке. Воистину, война до последнего россиянца. Мотивации больше у вновь созданных частных военных компаний. Умереть в Украине? Но это надо быть полностью отмороженным идиотом, чтобы изъявить желание лечь в Украине. Да, действительно, в Российской Федерации всего две жизненные дороги. Одна умереть за президента в окопе, другая просто сдохнуть от водки. Полнейшая деградация страны. Вот такой вот комментарий от одного из зрителей. Слушаю вас. Де ви читаете привитания та побажания? Зрозумів, що потрібно і мені, в імені ЗСУ, подякувати всім людям, які любим чином помагають нам. Я на собі відчув, як це коли тобою пілкуються волонтери. Я в територіальної обороні. На початках багато чого не було. Нас і одягали, і годували, і помагали в побутовому плані. Та і матеріали, і інструмент для фортифікації нам надавали небайдужі люди. Навіть зараз, за 10 місяців війни, допомога все ще йде. І звучать питання, що ще потрібно, окрім танка. Так от, дякую тим людям, усім і цілим колективам. Нам без вас було б ой, як не солодко. Здоров'я вам та вашим сім'ям. Ось така благодарність от бойців Территоріальної оборони нашим волонтерам. Тим, хто займається волонтерській деятельності. Доброго вечера! Ну а це вже, опять пошли вопросы. Тобто, приветствую, на сьогоднішній день ми закінчимо. Ну що ж, я благодарю вас за ваше внимание, що ви досмотрели до цього момента. Тобто, хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, щоб його могли, щоб це видео могли увидеть як можна більше людей. Огромне спасибо і благодарність спонсорам і тим, хто підтримує мій канал. Благодаря вашій спонсорській допомогі і підтримі моєго каналу, у мене є можливість записувати ці видео. Ну а ми з вами продолжаємо верити військовим силам України. Перемога за нами! Слава Україні! Дякую!